вот перед тем как укладывать кирпич на глиняный раствор продолжать возведение этой трубы мне нужно сделать вот такой каркас вокруг этой трубы я здесь уже подвел доску на 150 то есть вот здесь будет и потолок здесь он ниже здесь будет на этом уровне и подложил бабушку приподнял вот этот щит и вот этот брусок от половой лаги он вдоль распиленный и лежит вот так вот загнулся весь по полной программе это жесткость я теперь сделал а так вообще вот эта крыша лодкой стала и вот сюда мне теперь надо вот такую же половую лагу подсунуть почему-то над стропилой не сделали а вот здесь поставили и такой прогиб даже здесь получился и здесь вот это вот плита прям улеглась на эту доску то есть тут было все без зазора и здесь его пришлось тоже приподнять и теперь я вот делаю жесткость я же буду на крыше стоять она еще больше загнется и вот мне чтобы туда подсунуть вот вот в это вот место вот так вот приподнимаю чтобы вот этот брусок опять же половой лаги вот точно такой же туда подвести и затолкать вот понимаете работу приехал делать по печи а теперь занимаюсь этими стропилами а еще сегодня в дверь не мог зайти замок не работает и все открывал к пришлось дверь вырвать а потом с этой дверью заниматься уже время то прошло полдня и теперь еще полдня занимаюсь этим вот теперь буду заниматься он туда мне теперь нужно завести доску так чтобы тут проблем никаких не было ее потом сейчас я это сделаю так гвоздодер ага так оттягиваю вот с этой стороны гвоздодером делаю зазор вот гвоздь мешает и там гвоздь и там как раз над балкой елки-палки теперь мне эти гвозди нужно забивать чтобы этот брусочек туда вот именно вот сюда нужно брусок установить а тут гвозди придется их потихонечку загнуть потерять время здесь гвозди здесь вот такая у меня работа усилил и крышу в этом вот пролете установил еще одну одну доску возле трубы с зазором и здесь тоже доску установил с зазором здесь находится стропила а там доску потом поставлю потому что здесь уже не удобно и как бы плоскость с этой стороны я приподнял я сделал более плоской потому что она вот так лодочка была даже вот этот брусок приподнялся вот смотрите какой зазор получился все теперь буду убирать защитную пленку от мусора и буду приступать к работе сначала буду забивать вот эти вот листы которые я купил вчера привез и теперь я буду по размеру их резать и забивать здесь здесь и здесь забью и все работа у меня подготовительная закончится которую делал ровно два часа вокруг трубы сделал такое обрамление и такой коробок получился и чтобы здесь доска якобы не нагревалась она и нагреваться это не будет потому что эти кирпичи они же только нагревается от них же огонь не идет но возможно именно в этом месте может быть сквозняк который будет двигаться снизу вверх и если в какая-нибудь искра попадет в щель то тяга будет создаваться именно вот здесь в этом промежутке и этот промежуток должен быть глухой здесь воздух не должен двигаться я вот забил негорючим материалом у этих досок и здесь вот есть такой промежуток зазор потому что все-таки крыша вибрирует но можно и заполнить этот промежуток какой-нибудь стекловатый можно так сказать либо забить глиной соломой вместе смешать и забить чтобы она не отваливалась от солома как будто армирует эту глину я теперь так не делаю либо стекловатой либо пеной немножко не забивая промежуток пены и сверху промежуток пены все здесь воздух двигаться не будет это вот обязательно для труб это нужно сделать именно в этом месте где находится стропила вот смотрите здесь вот сделали да там гуляет воздух сама сама минвата или стекловата она вся пустая и там все равно двигается воздух теплый туда и сырость остается там конечно это по-любому здесь вот промежутки воздуха все равно есть если где-то разрыв будет вот это пергаментной бумаги и воздух все равно сюда поступает потому что я когда работал здесь строгал рукой и воздух теплый поступал мне ко мне в голову обдувая именно теплым воздухом потому что вот эта доска она нагревается а теплый воздух движется вот снизу он движется и поступает сюда и какой-то теплый получался воздух если утро было то холодный воздух поступал если крыша нагревалась то теплый воздух не дул то есть воздух все равно движется Он движется и туда, к коньку И вот, смотрите Вся крыша, она, можно сказать, как дырявая И это вот стекловато Ну, такая дурь, это же Не знаю, почему придумали Экологический дом строят, строят, строят И раз, стекловато И она вся дырявая, и весь воздух Движется туда, и вот Тут вот этот промежуток оставляет Этот промежуток, по идее, для вот таких вот Труп, это самый-самый опасный промежуток И полностью надо заполнять Вот это вот место пены снизу и сверху Ну, вот Вроде бы все объяснил По безопасности выхода Трубы У этих стропил На крышу Не должен сквозняк проходить Подготовил рабочее место, и прежде чем Приступить к работе, я все-таки покажу, что я Еще сделал, прибил доску И обил ее негорючим материалом Здесь сделал несколько пропилов, для того, чтобы Мне не высчитывалось через это окно Размеры конфигурации Этой трубы И Если в дождь все-таки будет Я вот эти вот Щели Пеной пройдусь, и все Ну, от этих щелей Свет солнечный попадает И здесь Стало довольно светло Вот я пилил через эти щели Все выхлопные газы просто туда уходили Не рассеивались по Помещению Ну, вроде бы и все Все у меня на месте Вода Кастрюлька Глина Подмоски Все, буду приступать Может уже завтра я выйду На крышу А может и сегодня Вот Интересно Как мне затопить эту печь Вот когда делаю трубу Еще в доме Под крышей Кирпичи находятся Либо здесь Либо на улице Но они здесь находятся Потому что здесь есть окно И остальной кирпич Будем подавать на крышу Продолжая эту трубу Но как можно больше всех Кирпичи Нужно использовать Здесь А чтобы это все Произошло Вот смотрите Я подвел кирпич Вот дальний кирпич От моей стороны С той стороны Уже кирпич Упирается Фактически Ну В крышу И теперь я вот так вот Буду ступенькой Покуда я смогу Работать Я весь кирпич Буду вырабатывать Именно здесь А потом Подготовлю место Раз у меня есть Вот эти вот щели Которые распилил Подготовлю место Весь кирпич Буду уже подавать Срез это окно Сам себе Потому что у меня есть лестница Я на лестницу буду ставить И туда перекладывать И буду там продолжать работать Но Самое главное Это нужно использовать Весь кирпич Столкнуть его сюда Как можно больше Вроде бы и все Сегодня на улице Опять ясно И У меня здесь светло И вот показываю печь Вот с этой трубой С этой стороны А труба Как стенка получилась Для этой печи Пройду С другой стороны Покажу Здесь тоже Ну совсем Светло стало В этом тереме Потому что на улице Светло И здесь теперь Вот так Печь смотрится С этой трубой Эта труба Как стенка получилась На сегодня Работу я закончил Бабочка залетела В окошко Сегодня я работу Закончил Трубу Сделал Всего лишь Четыре ряда Потому что Боюсь Дожди пойдут Но хотя Сегодня передавали Дождей не будет Но у меня День уже подходит К концу В связи с этими Подготовительными работами Открыть дверь Потому что Замок сломался Я представляете Дверь полностью Вырвал Потом опять Устанавливал И здесь То же самое И в связи С этими работами Я вот Сделал Четыре ряда Кладки Собираюсь Уезжаю домой Возможно Завтра Я выйду Этой трубой На Улицу Кирпичную кладку Трубы Накрыл Целлофаном Потому что Мне нужно Залезть На крышу И Заплатку С этой крыши Вырезать Сделать цветовой Проем Для дальнейшей Работы Возведения Этой трубы И чтобы туда Мусор Не упал И вот Я уже Все подготовил Для того чтобы Мне Залезть сюда Но прежде чем Залазить Мне нужно Вот это Стекло Снять Теперь нужно Спокойно Убрать Чтобы Оно Мне Здесь Не мешало Уберю Подальше Куда-нибудь Уберю Будет Уберю Возьму с собой топор Нашел у себя старый топор Заточил его Пока бензопилу брать не буду Потому что Здесь поверхность крыши Вот такая вот крошка Песчаная, крашеная Я вот когда пилил вчера Сделал прорези Для того чтобы знать Где пилить и размер Для Кирпичной трубы У меня опять затупилась И по полной программе Цеплял вот эту вот крошку Ну и теперь буду работать топором Вот если смотреть, смотрите Волна, волна, волна И вот здесь была волна Потому что я Вот эту плоскость крыши усилил И приподнял Потому что там Бруски установили Ну не на ребрах жесткости Этих стропил А где-то вон там И такой вот Получился воздушный Зазор По всей крыше И скорее всего там Делается проветривание Ну конечно если кто-нибудь Разожгет костер И искры горящие Конечно попадут туда Потому что они будут втягиваться В этот воздушный зазор Этой крыши Это получается как труба Между стропил Там же зазор получается И там зазор И там зазор И вот такая труба получается Не знаю Нежелательно Нежелательно эти Зазоры воздушные делать Так как все равно Здесь находится Щит деревянный Это щит деревянный У него конденсата нет И у Этой крыши Вот этой вот Тоже конденсата нет Зачем там этот воздушный Зазор делают Я вот честно говорю Никак не понимаю Если трубы делать Конечно я вот Вам уже показывал И вот сейчас я Распилю это дело И покажу Что у меня там тоже Возле трубы Тоже зазора не будет И все это пеной проделаю Так чтобы там воздуха не было Потому что если например В этом месте труба Находится И мы не видим ее Именно в этой толщине Стропил То если вот например Там щель будет И искры могут пойти туда Потому что У дымохода Есть тяга вверх А если Здесь Зазор такой делается У крыши То и тяга И туда так же идет Это вот Опасно Вот буду Вот сейчас хорошо стою Вот честно говорю Прям вообще шикарно стою А то бы там бы я Убал Ну и крыши не знаю Выдержит она или нет И вот потихонечку Хотел Урал принести Бензопилу У меня там бензина не было Решил взять топор О потихонечку Потихонечку пошла Куда ее бросать Не знаю даже Вовнутрь Вот туда буду бросать Чтоб не мусорить Ну и все Пошло потихонечку Вот лучше бы вырезал Лобзиком Лобзиком поспокойней А эта цепь Она быстро Затупится Потому что Вот смотрите Тут вот я затачивал Но все равно Вот здесь вот Корябины получились От этого песка Ну потихонечку Начну Выпиливать КОНЕЦ Попробую сломать Вроде все нормально Здесь еще немножко Подобью Головой Наверное Тут я смял Капитально Вот у меня Никаких зазоров нет Труба Если вдруг щель будет Никакой тяги Под крышу Не будет У этой трубы И вот в этом Пролете Где я сделал Такой вот короб Вот теперь все Осталось немножко Буду тут Заготавливать кирпич Специально буду делать Но тут у меня Труба Я не знаю Вот Вот такая вот Маленькая будет Вот такая Вот такая маленькая Потому что тут рядом Деревья Эти деревья Они как бы Подымают Втягивают Воздух Вверх Как бы вот так Идет воздух Вверх Тут вокруг Вершинки Этих деревьев То есть Посередине дом Получился И воздух Весь будет Втягиваться То есть Если даже Маленькую трубу Сделать Все равно Будет тяга То есть Эти деревья Будут помогать Вытягивать Этот воздух То есть Тут уже С тягой Проблем не будет Что Продолжение следует...